На церковный праздник крещения Христа у службы спасения наступают тяжелые сутки дежурств и слежки за тем огромным количеством желающих провести обряд омовения. Считается, что таким действием человек способен освободиться от всех своих грехов, а для некоторых крещенские купания уже давно превратились в развлечения. Еще бы раз с удовольствием искупался, но вот друг говорит, что уже хватит. Раньше я всегда два раза подряд нырял. И раньше проруби были подлиннее, а нынче они очень короткие. А для чего вы вообще ходите? Ну это мобилизация сил, это доказательство самому себе, что ты еще жив. Для развития совершенствия, ну чтобы доказать, что дух, он главнее тела, сильнее тела. Скажите, а вы верите в то, что это может очистить от грехов? Ну, по крайней мере, надежда на это есть. Особой веры, конечно, нет, иначе бы я крестился, когда нырял. А то я так, в честь Деда Мороза плаваю. Если человек верующий, то, конечно, помогает, потому что он свято верует в это. Вы чувствуете себя очищенным? Преодолевая чего-то, человек, наверное, может преодолеть какие-то свои грехи. Посмотреть на чудные христианские обычаи пришли даже иностранцы, которые так и не решились испытать судьбу. Температура крещенской воды в проруби сегодня составляет 3 градуса. Трудно представить, насколько чудодейственно стала Волга в этот день. Но, пожалуй, людям со слабым здоровьем лучше оставить свои грехи при себе. Однако веру в волшебство крещенского купания опровергают даже священнослужители. По их словам, никаких грехов ледяная вода не смоет. И все же ощущение праздника царит во всем городе. А некоторым саратовцам совершить омовение ледяной водой можно будет прямо не выходя из квартиры. В отсутствии горячей воды и отопления жителям удастся ощутить и крещенские купания, и крещенские морозы. Вот такую бесплатную услугу жителям Саратова оказали веткие тепловые сети. Валерия Павелко, Матьев Пляжников, Открытый канал.